Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас обработка портрета в фотошопе. Итак, друзья, эту фотографию нам любезно предоставила Кристина, спасибо ей огромное! А все материалы, которые я буду использовать в этом уроке, вы можете скачать по ссылке под видео и потренироваться в обработке фотографии вместе со мной. Итак, друзья, меня зовут Серджио, здесь мы занимаемся обработкой фотографий и делаем мир немного красивее. А если ты впервые на моем канале, обязательно досмотри видео до конца, в конце тебя будет ждать небольшой, но очень приятный сюрприз. А мы не будем терять времени, давайте приступим к обработке. Итак, друзья, открываем фотографию в фотошопе и первым делом, что мы сделаем, это продублируем наше изображение. Смотрим, чтобы у вас раскладочка была на английском языке, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-J. Изображение скопировалось и первым делом, что мы с вами сделаем, это уберем вот это вот пятнышко. Выбираем инструмент, точечная восстанавливающая кисть, которая похожа на такой лекопластырь с петлей. Квадратными скобками делаем размер по размеру пятна, чуть больше. Кликаем на него и оно чудесным образом исчезает. Теперь давайте сделаем базовую обработку этой фотографии. Это фотография в JPEG. Но тем не менее, мы с вами ее откроем в Camera Raw. Если вы работаете в связке Lightroom и Photoshop, то вы делаете то же самое. Потому что Lightroom и Camera Raw это одно и то же. Они слегка отличаются интерфейсом, но все настройки абсолютно идентичны. Итак, кликаем фильтр, фильтр Camera Raw. Давайте мы уберем излишнее свечение и светлые области слегка подвинем влево. Сильно фотографию затемнять я не буду. Пожалуй, остановлюсь на минус 33. Теперь немножко вытянем тени, ползунок тени двигаем вправо. Я сделаю таким образом, чтобы самые темные участки у меня еле-еле, но все же просматривались. У меня это будет где-то значение 80. Моя фотография стала слишком светлой. Я экспонирование уведу немного влево. И, пожалуй, где-то остановлюсь на минус 0,40. Теперь давайте поработаем с точкой черного и точкой белого. Зажимаем кнопочку Alt, левой кнопкой мыши ползунок белый двигаем вправо, пока у нас не появятся первые белые пиксели. У меня это значение совсем небольшое. Порядка плюс 6. Теперь сделаем то же самое в затемнении. Это точка черного. Зажимаем кнопочку Alt и ползунок затемнения. Двигаем влево, пока у нас не появятся первые темные пиксели. У меня это значение минус 16. У вас наверняка будут примерно такие же или такие же параметры. Далее, друзья, давайте перейдем в кривую. Итак, друзья, давайте мы черную точку поднимем немного вверх. Примерно на треть стороны квадрата. А точка, которая смотрит на пересечение вот этих квадратиков, мы подвинем немного ниже. Дальше среднюю точку я верну на изначальное положение. Примерно вот так вот. И, друзья, если обычно точку белого часто двигают вниз, чтобы убрать излишнее свечение, видите, что происходит? В данном случае я, наоборот, хочу добавить немножко гламурных блесков. Для этого я точку белого подвину вверх по касательной, прям чуть-чуть немного влево, буквально до значения 245. У меня появился интересный светотеневой рисунок, интересный контраст. Все, друзья. Тоновую кривую мы больше с вами не трогаем. Эта фотография немного о другом. Закрываем кривую, переходим в смешение цветов. Да, друзья, у нас с вами здесь цветов не так уж и много. Есть цвет неба, есть цвет льда и есть цвет кожи. И мы, конечно же, будем в нашей цветокоррекции ориентироваться на цвет кожи. Давайте мы сделаем изображение на 100%. Зажав пробел, появится лапка, можно перетянуть изображение, чтобы было видно лицо. И теперь давайте подвинем красные немного вправо, в сторону оранжевых. Таким образом уберем излишнюю красноту на щечках. Это, пожалуй, очень много. Наверное, где-то вот на значении буквально плюс 6 я бы остановился. А оранжевый, наоборот, уберем от желтых и потащим в сторону красных. Для того, чтобы оранжевый сделать более красивый, более персиковый. Итак, тянем немного влево. Ну, тоже совсем чуть-чуть, буквально, я думаю, на минус 6 было бы, наверное, достаточно. Да, минус 6. Теперь давайте посмотрим, что мы будем делать с желтыми. Желтые мы будем двигать в сторону оранжевых оттенков. И это, пожалуй, будет значение минус 35. И вот здесь вот у нас волосы приобрели более такой приятный цвет. Ушла излишняя желтизна. Нажмем Ctrl 0 и масштабируем изображение на весь экран. Зеленых оттенков у нас здесь нет. Давайте перейдем к аквамарину. Аквамарин, как я уже сказал, это сразу видно. Это вот этот лед. Давайте подвигаем аквамарин и сделаем его более интересным. Пожалуй, я остановлюсь на значении минус 44. И теперь давайте мы синие уведем от фиолетовых в сторону аквамарина. И уберем излишние фиолетовые оттенки. Сделаем это совсем немного. Буквально на значение минус 9. Ну, может быть даже вот так вот, минус 10. Теперь давайте мы насыщенность красных немножко прижмем. Где-то, я думаю, минус 7. Оранжевые трогать не будем. Все остальное мы с вами трогать не будем. Закроем смешение цветов. Пожалуй, на этом все. Дальше обработку фотографии я продолжу уже непосредственно в программе Photoshop. Итак, кликаем ОК. Наша фотография открылась снова в Photoshop. И если мы с вами снимем глазик, то мы увидим, как у нас выглядело первоначальное изображение. И как вы можете заметить, фотография была какая-то фиолетовая. Хоть сразу нам это даже и не показалось. Итак, друзья, я нахожусь в Photoshop 20-21. Мы с вами будем менять небо. Если у вас Photoshop более старой версии, то вам замены неба придется поработать немножко по другому алгоритму. Для этого у меня есть отдельный урок. Подсказка будет сверху и в описании к этому видео. Ну, а я иду в редактирование. Замена неба. Я уже заранее перебрал различные варианты неба и почему-то остановился на этом. На оригинальном изображении небо было пустое и мне очень хотелось сделать его красивым, ярким, насыщенным. И если кто-то скажет, что это не совсем реалистично, я не буду спорить. Но учитывая позу модели, взмах шарфом как крылом, мне почему-то хочется немножко добавить в это изображение фэнтези. Чтобы это выглядело как, ну, некая, скажем так, повелительница стихий. Давайте посмотрим, что можно сделать. Итак, корректировка освещения я уведу немножко влево. Вот видите, у нас личико сразу осветляется, но не так сильно. Пожалуй, где-то на значении 10 я остановлюсь. И теперь корректировка цвета. Корректировка цвета у нас тонирует изображение в цвет неба. И вот смотрите, у нас сейчас по умолчанию стоит значение 35. Что будет, если я повышу значение до 50? И вот у нас лед слегка окрасился в такие еле-еле заметные бежевые оттенки, которые присутствуют в небе. Итак, в этих параметрах все. Я кликаю ОК. У меня появляется новая папка группа замены неба. Если вы хотите более подробнее узнать, как работать с заменой неба в фотошопе 2021, посмотрите урок, который я специально сделал по этой теме. Подсказка будет сверху и в описании к видео. А я выделяю вот этот вот слой. Нажимаю сочетание клавиш Ctrl-T. Дальше нажимаю Ctrl, нажимаю на клавиатуре минус, слегка уменьшу изображение. Вот эта рамочка у меня, это выделенное небо. И теперь я немножко с ним поиграюсь. Что я хочу сделать? Как видите, у меня как бы облака падают немного вниз. И происходит такое искажение восприятия, скажем так, горизонта. Я хочу это восприятие слегка поправить. Что для этого я делаю? Ну, во-первых, я немного увеличу размер неба. Дальше я немного выровняю его вот таким вот образом. Повернув против часовой стрелки. И теперь слегка уберу вниз, чтобы скрыть лишний горизонт. Давайте подвинем так. Посмотрим, как будет выглядеть лучше. Нужно подобрать интересную композицию. Вот таким вот образом у нас просвечивается линия горизонта. У нас создается полноценное восприятие, что источник света находится справа. И это нам и нужно. Итак, кликаем галочку. С небом мы больше работать не будем. Давайте мы закроем эту папочку. Теперь я нажимаю Ctrl-0. У меня фотография масштабируется на весь размер экрана. Теперь идем вот в этот кружочек. Здесь у нас находятся корректирующие слои. Кликаем на него, выбираем выборочная коррекция цвета. Это самая нижняя панелька. Кликаем на него. Давайте начнем с самого верхнего, с красного. И посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть набор цветов. И мы можем в красный добавить голубых оттенков или их убрать. И теперь обращаем внимание, что будет, если мы голубой в красном цвете двигаем влево. У нас небо сразу становится более яркое, более такое сочное, насыщенное, красивое. И что будет, если мы подвинем его вправо. На нашем изображении сразу появляются такие пасмурные, драматичные оттенки. Нам этого, конечно, не нужно. Мне понравился первый вариант. Поэтому я голубые уведу влево. Где-то примерно на минус 42. Теперь, друзья, пурпурные оттенки. Двигаем влево. Получаем, ну, как мне кажется, некрасивый желтый цвет. Кликнув два раза на название цвета, у нас ползунок возвращается в нулевое значение. И теперь двигаем вправо, у нас появляются такие красивые красные оттенки. На цвет кожи сейчас не смотрим. Теперь желтый цвет. Двигаем влево. У нас появляются в небе малиновые оттенки. Что, как мне кажется, не очень. И давайте теперь подвинем вправо. У нас появляется больше оранжевых оттенков в малиновом цвете. И, пожалуй, я остановлюсь на значении плюс 11. И черный цвет, он у нас делает красный. Либо вот таким вот образом светлее. Либо вот таким вот образом насыщеннее и темнее. Пожалуй, я его трогать не буду. Оставлю таким, какой он есть. Итак, друзья, другие цвета я здесь трогать не буду. Единственное, что мы с вами сделаем, это выберем кисточку. Выберем черный цвет. Сделаем жесткость на 0. Сделаем непрозрачность и нажатие 100%. Ctrl+, увеличим изображение. Зажимаем пробел лапкой. Двигаем нашу фотографию. Выбираем размер кисточки, чтобы нам поработать с лицом. И мы уберем тот цвет, который мы добавляли в небо. И который у нас также лег на лицо. Итак, друзья, вот мы с вами убрали этот лишний цвет. Теперь мы с цветом кожи поработаем отдельно. Мы идем также в корректирующие слои. Вот в этот кругляшочек. Кликаем на него. Выбираем цветовой тон насыщенность. Берем лапку, у нас появляется пипетка. Кликаем примерно на средние тона. И не на светлые, и не на темные. А примерно на средние участки на кожу. У нас определяется тот цвет, который отвечает за цвет кожи. Давайте мы теперь поработаем с тональностью. Итак, мы берем ползунок цветовой тон. И смотрим. Подбираем такое значение, при котором цвет кожи обретет красивый оранжевый цвет. Не красный, не желтый, а именно такой красивый оранжевый. И у меня это будет значение, пожалуй, где-то, наверное, минус 4 всего лишь. Давайте сделаем чуть-чуть понасыщеннее. Тоже буквально плюс 4. Теперь мы с вами, смотрите, что делаем. При активном черном слое, вот здесь вот слева, мы нажимаем сочетание клавиш Alt, Delete. Наша масочка закрасилась в черный цвет. Это значит, все изменения, которые мы внесли, они со всего изображения стерлись. И для того, чтобы нам вернуть тот цвет кожи, который мы только что подобрали, нам необходимо взять опять мягкую кисточку. Жесткость 0, те же значения, непрозрачность и нажатие 100%. Теперь выбираем цвет белый и делаем цвет лица такой, который мы настроили. Отлично. Нажимаем сочетание клавиш, Ctrl 0. Фотография возвращается в исходное положение на весь экран. Дальше мы с вами свернем Photoshop. Я уменьшу окошечко. Берем изображение 0.17, которое у вас находится в материалах. Перетаскиваем его на наше изображение. Отпускаем. Возвращаем Photoshop на весь экран. Развернем против часовой стрелки. И сделаем ровненько. Можем поставить вот здесь вот минус 90 градусов. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши. Делаем отразить по горизонтали. У нас светлая область переместилась вправо. Перемещаем в верхний левый угол. Пока у нас изображение не прилипнет к углу фотографии. И теперь растягиваем его на весь экран. Кликаем галочку. Теперь переходим в параметры наложения. Сейчас у вас стоит обычный. Кликаем вот сюда на галочку. Выбираем мягкий свет. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Снимаем глазик. Вот так. Без этого слоя. Вот так вот. С этим слоем. Вот такая красивая, замечательная тонировка. Теперь единственное, что непрозрачность мы с вами немножко убавим. Буквально, пожалуй, где-то, наверное, на 75%. Отлично. У нас появилась красивая тонировка. У нас появилась легкая метель. Летит снежок. Но это еще не все. Продолжаем работать дальше. Теперь мы добавим текстуры в наше изображение. Нажимаем сочетание клавиш Alt, Ctrl, Shift, E. У нас все наши изменения дублируются на новый слой. Теперь мы будем работать в плагине Ник Коллекшн. Если у вас он не установлен, обязательно включайте видео по подсказке сверху и в описании к этому видео. Этот плагинчик там будет лежать. Скачивайте его, устанавливайте и возвращайтесь назад к обработке. Итак, идем в фильтр, Ник Коллекшн и выбираем Silver Effects Pro. Этот плагин отвечает за черно-белый цвет. Но я сейчас покажу, как работать с этим плагином, для того, чтобы получать красивый контраст, красивую проработанную текстуру изображения. И здесь вам необходимо выбрать фильтр под номером 006. Здесь с вами мы больше ничего делать не будем. Кликаем кнопочку ОК. Наша фотография стала черно-белой, но ничего страшного. Теперь мы с вами также переходим в параметры наложения и обычные меняем на мягкий свет. Давайте посмотрим, какое изображение было, какое стало. И теперь давайте непрозрачность полностью уберем в ноль. И будем двигать вправо до тех пор, пока изображение нас не устроит. Я остановлюсь на значении 50. Отлично. Итак, друзья, теперь давайте мы поработаем с нижней частью изображения. Сейчас у нас лед такой теплый, мы сделаем его слегка попрохладнее. Что мы для этого делаем? Давайте мы добавим пустой слой, кликнув вот сюда на значок, который находится слева от корзинки. У нас появляется пустой слой в клетку. Теперь кликаем два раза вот сюда на основной цвет. У нас появляется палитра цветов. Давайте выберем красивый синий цвет. Наверное, наверное, вот такой вот. Если вы хотите попасть точь-в-точь в такой же цвет, который выбрал я, вам необходимо вот в это окошко вбить код цвета и кликнуть Enter. И у вас палитра выберет цвет точь-в-точь, как у меня. Кликаем ОК. Итак, у нас с вами кисточка мягкая, непрозрачность нажатия 100%. Квадратными скобками увеличиваем изображение. И слегка, не выходя за края, наносим вот сюда в нижний угол. И вот эти вот ледяные глыбы слегка окрасим в голубой цвет. Теперь идем в параметры наложения. Обычные меняем на мягкий цвет. Вот как вы видите, у нас сразу ледышки окрасились в такой красивый голубенький цвет. Но теперь давайте мы немножко снимем непрозрачность. Мы не будем делать его таким агрессивным. Я его сделаю, пожалуй, вот, пожалуй, где-то, наверное, 56. Давайте посмотрим. Вот так он достаточно серый и зеленоватый. Вот так уже в нем больше голубого цвета. И так это смотрится гораздо интереснее в этой цветовой схеме. Далее добавляем еще один пустой слой. Кликаем вот сюда на левую панельку на градиент. Теперь нам нужно перейти в основные градиенты. В идеале Photoshop должен был запомнить, каким цветом вы работали. У вас в панели должен появиться цвет от синего к белому. Именно тот синий, который мы добавляли сейчас на наши ледышки. Но если у вас Photoshop этот цвет не определил, выбираете любой цветовой градиент. Кликаете на него, у вас всплывает окошко. Кликаете на левую часть. Выбираете цвет. Можете поставить сюда тот же код, с которым мы работали. Окей. Кликаем на правую часть. Появляется цвет правой части. Кликаем на него. И независимо в каком цвете вы находитесь, всегда чистый белый цвет находится в левом верхнем углу. Выбираете его. Кликаете окей. Кликаете окей. Теперь наш курсор, как вы видите, превратился вот в такой вот крестик. Теперь мы подводим курсор в левую нижнюю часть. Вот на эту серую ледышку. Нажимаем и удерживаем левую кнопку мыши. Ведем вверх-вверх примерно на середину снимка. И отпускаем ЛКМ. У нас изображение закрасилось вот в такой вот градиент, который мы выбрали. Теперь идем в параметры наложения, выбираем мягкий свет. Теперь давайте полностью уберем непрозрачность слоя в ноль. Вот такое наше оригинальное изображение. Но для зимы оно такое очень горячее, прям огненное. Нам нужно сделать его слегка попрохладнее. И теперь давайте мы непрозрачность будем повышать, пока не появится какой-то вот такой вот баланс между горячими оттенками и холодными. Пожалуй, значение 34 меня вполне устроит. Так, друзья, теперь давайте создадим объем на этом снимке. Добавим сюда еще снег на передний план. Опять сворачиваем наш фотошоп. Берем изображение, которое находилось у вас в папочке, называется Snow 1. Перетаскиваем его. Открываем фотошоп на весь экран. Разворачиваем нашу картинку. Если ровно не получается, выставляем сами 90 градусов. Тащим в левый верхний угол, пока оно не прилипнет. Теперь растягиваем на все изображение, чтобы все-все закрылось. Отлично. Кликаем галочку. Меняем режим наложения на экран. Теперь переходим в фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Да, пожалуй, значение где-то в районе 20 будет в самый раз. Кликаем кнопочку ОК. Теперь кликаем на значок маски. У нас появилась вот здесь вот маска. Выбираем кисточку. Выбираем кисточки черный цвет. Кисточка должна быть также мягкая. Непрозрачность нажатия 100%. И теперь просто на все мы аккуратненько снег уберем с лица. Ну и с некоторых деталей одежды, чтобы это не выглядело как-то грязно, с какими-то лишними непонятными пятнами. Отлично. И теперь давайте немножко понизим непрозрачность этого слоя. Где-то примерно, пожалуй, вот до 60. Теперь нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-E. Все наши изменения скопировались на новый слой. Теперь давайте добавим в это изображение резкость. Переходим в фильтр. Другое. Краевой или у вас он может быть цветовой контраст. Радиус убираем в ноль. И теперь слегка двигаем, пока у нас не проявятся мелкие детали на изображении. Я остановлюсь, пожалуй, на значении 1.7. Как вы видите, у нас мелкие детали слегка прорисованы, как будто карандашиком. Тем не менее, на лице, на шапке, вот здесь на куртке. И волосы также выделились. Кликаем ОК. Теперь идем в режим наложения. И у нас есть два параметра. Мы можем выбрать режим наложения перекрытия. Давайте я увеличу изображение. Тогда у нас эффект работает помягче. Или можем выбрать режим наложения линейный свет. Тогда резкость немного четче. Я выберу режим наложения линейный свет. Кликаю Ctrl-0. Давайте посмотрим, что нам дала резкость. У себя увидите, это сразу будет бросаться в глаза. Отлично. Теперь, друзья, давайте добавим буквально капельку выразительности на лицо модели. Для этого мы идем в корректирующие слои. Выбираем кривые. Я беру среднюю точку и потяну ее немного вверх. Сделаю фотографию как бы слегка посветлее. Буквально совсем чуть-чуть. Вот что получился, вот такой вот изгиб. Если вас интересуют конкретные параметры, то координаты моей точки 119 на 132. Далее, при активном черном слое я нажимаю сочетание клавиш Alt-Delete. Маска в слое кривых закрасилась в черный цвет. Ctrl-plus я увеличиваю изображение, чтобы можно было работать с лицом. Удерживая пробел, перетаскиваю изображение. Теперь выбираю мягкую кисточку, выбираю белый цвет. Также непрозрачность нажатия 100% и также жесткость стоит у меня на нуле. Квадратными скобками я делаю совершенно маленькую кисточку. И добавляю блик вот здесь вот аккуратненько на изгиб, на носик. Потом добавляю дополнительные блики на губах. Они у нас и так есть, мы просто их делаем более выразительные. Давайте немножко осветлим зубки, белки глаз, зрачки. Сделаю кисточку чуть-чуть покрупнее. Добавлю блик вот сюда на щечку, на другую. И под нижней губой также немножко усилю блик. Теперь давайте мы усилим блик вот здесь вот на лобике. Давайте посмотрим, какой эффект у нас получился. Это не сильно бросается в глаза, но тем не менее делает более интересным и выразительным лицо модели. Ctrl-0. Так, друзья. Еще раз нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-E. Теперь давайте сделаем буквально финальную обработку. Для этого мы с вами еще раз перейдем в фильтр. Фильтр камера RAW. Перейдем в основные. Давайте мы с вами добавим еще немного белых. До плюс 20 я подтянул гистограмму в правую сторону и сделал фотографию более яркой, более такой воздушной. Теперь давайте мы темные подвинем немножко влево. Назначение минус 35. Разведя эти ползунки влево и вправо я добавил немножко контрастности. И теперь единственное, что нам не хватает, это добавить виньетку. Переходим в эффекты, виньетирование и тащим ползунок немного влево. На значение минус 20 можно остановиться. Кликаем ОК. Наша виньетка применилась. Теперь к этому верхнему слою давайте добавим маску, кликнув на значок маски. Выбираем мягкую черную кисть. Выбираем мягкую кисть. Параметры те же, сегодня мы их не меняем. Кисточка у нас черная. Мы просто ту виньетку, которую наложили, мы уберем вот здесь вот с шарфа. Отлично. Пожалуй, все. Итак, друзья, теперь давайте сохраним еще раз окончательное изображение. Alt-Ctrl-Shift-E. Давайте я отмотаю вниз, посмотрим, какое изображение было изначально и что мы получили. Для того, чтобы это посмотреть и скрыть все слои, кроме нижнего, удерживаем кнопку Alt. Нажимаем на самый нижний слой, который находится под замочком на глазик. И смотрим. Вот такое изображение у нас было. И вот такое изображение мы с вами получили. Отлично. Нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-S. Выбираем JPEG. Качество наилучшее. Здесь качество 100%. Встроенный профиль. Обязательно выбираем преобразовать в sRGB. Качество бикубическое. Размер выбираем по требованию соцсетей, которые предъявляют к вашим изображениям. Я, например, ширину сделаю 1080, нажимаю сохранить, выбираю путь, если нужно, меняю название и кликаю сохранить. На этом, друзья, все. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. И обязательно подписаться, чтобы не пропустить полезные уроки по обработке фотографий. И, друзья, как вы относитесь к идее, если вы будете скидывать мне фотографии, а наиболее понравившиеся мне я обработаю и сделаю по ним урок. Мне кажется, идея неплохая. Почта в описании под видео. Скидывайте. И не забывайте заглядывать в чат телеграм-канала. Там всегда теплая дружеская атмосфера. Много обсуждений по фотографии. И мне там вы можете задать абсолютно любой вопрос. Если ты впервые на моем канале, не забудь перейти в мой инстаграм по ссылке под видео. И после подписки тебя ждет набор моих авторских пресетов Universal. На сегодня это все, друзья мои. Интересных вам сюжетов, красивых фотографий и творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok